Областная акция на каникулы в семью действует на Вологодщине с 2015 года. Устройство воспитанников ведется в каникулярный и летний период. По словам Наталии Долгиной, директора Великоустюгского центра помощи семье и детям, как родственники, так и простые граждане охотно берут ребят к себе домой. География по региону большая. Юные устюжане отдыхают в семьях и в Кичгородецком, Никольском районах, а также в Тарнаге, Харовске и Вологде. Акция очень эффективная, очень востребованная. Конечно, самое счастливое для детей время, когда они проводят в семье, когда они учатся семейным отношениям, видят традиции разных семей. Это во многом влияет на их будущее становление. Но на территории Великоустюгского района мы всегда очень активно участвуем в этой акции. Практически ежегодно, благодаря активности устюжан, мы являемся лидерами этой акции. И вот в этом году в течение лета уже более 15 детей у нас побывали в семьях граждан. Руслан Жуков уже не первый год отдыхает в семье священника Федора Фомина. С батюшкой юношу объединяют общие интересы и дела. У батюшки живу с 13 лет. В основном я ему помогаю по работе, по службе. Потому что добрые люди. Когда живешь в доброй атмосфере, с добрыми людьми, ты чувствуешь себя уже намного легче со своей сферой. Федор Фомин отзывается о воспитаннике центра как о честном, порядочном и готовом прийти на помощь человеке. Поэтому Руслан – частый гость в их семье. С Русланом мы знакомы уже много лет. И он к нам пришел в храм еще маленьким мальчиком. Стал помогать, интересоваться, как здесь устроено все и почему. Вот мы его заметили. Пригласили на службу, он стал приходить почаще. Стали с ним общаться, так сдружились. Вот и сама собой так появилась мысль, а почему бы не взять его на лето к себе в гости. Ну вот уже на протяжении нескольких лет мы так и делаем. Берем в гости Руслана на лето. Мы с ним вместе отдыхаем, вместе работаем, вместе на службу ходим. Помогает он по хозяйству и по дому. Хороший помощник. Очень хочется, чтобы у него в жизни все сложилось. Галина Лепихина берет в свою семью воспитанников центра уже не в первый раз. Женщины считают, что у каждого ребенка должна быть возможность пожить в уютных домашних условиях. Настя Рогозина гостит у Галины Васильевны уже шестой раз. Девушка учится вести хозяйство, вкусно готовить и просто отдыхает. Настя помогает мне готовить. Все, я одно делаю, она другое делает. И, конечно, это самые домашние дела, все лежат на Насте. Мне очень нравится. Когда она мне начала пол мыть, она начала с тех комнат мыть, а на кухню пришла уже в последнюю очередь. Так я вышла, смотрю, говорю, у-у-у, Настя, кто тебя так научил, начали пол-то мыть? Я говорю, что впервые вижу, что этот самый ребенок так пол правильно, вот, она засмеялась. Анастасия закончила в этом году школу и продолжит профессиональное обучение в Вологодском колледже по специальности швея. В будущем планирует обязательно навещать любимую Галину Васильевну. Сегодня к приезду гостей Настя приготовила пончики. Поставила шоколадку в горячую воду, растопила шоколадку, вот, и начала макать их, а потом посыпала пудрой. И получилось вот такое красивое. Доброе, любимое. Не знаю, как мама, можно сказать. Я уже привыкла к ней. Маленький Алексей отдыхает в летние каникулы в семье у стюжанки Ирины Соколовой. Ребенок общительный и живой. Любит смотреть мультики, петь и танцевать. Захотелось подарить ребенку тепло, свою любовь. И чтобы летом, все-таки летом, чтобы он провел как-то в семейном кругу и много чего побольше повидал. Муж поддержал Ирину в стремлении подарить Алеше дом, любовь и заботу. Супруги уже приняли твердое решение после оформления всех необходимых документов принять мальчика к себе в семью навсегда. С ним очень легко, то есть он открытый, жизнерадостный ребенок, он легок на общение. То есть у нас таких проблем как бы с ним нет. Ребенок-сирота приходит в гости и однажды остается в доме навсегда. Так в идеале выглядит итог акции на каникулы в семью. Отметим, что из 15 воспитанников Великоустюгского центра помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, отдыхающих в настоящее время у граждан, в этом году пять детей наконец-то обретут настоящую и заботливую семью.